дорогие друзья всем привет сегодня у нас 5 октября 2020 года украина город кременчуг вот решил вас познакомить с самыми поздними сортами диплоидных слив и слив давайте вас познакомлю это сорт чечацкая наилучшая поздняя слива годится для сушки отличный сорт и для свежего потребления вот до этого времени он висит на дереве и прекрасно себя чувствует то есть может еще лежать в подвале около недели после срыва это диплоидная слива это поздняя диплоидная слива байрон голд очень вкусная сводющая классная но требует обработок тоже может лежать в подвале около двух недель вот перед вами сорт очень поздней сливы диплоидной сорт анжелена этот сорт может храниться до нового года прекрасно в подвалах потребление его где-то с конца октября по конец декабря сорт обалденный вот тоже очень поздний сорт сорт диплоидной сливы руби кранч плоды шикарные крупные может тоже храниться в подвале до нового года в том году у меня последние плоды мы кушали на рождество христова то есть очень поздний сорт тоже очень хорошего качества и товарного и вкусового но вкус улучшает больше после хранения и обычная слива так как и вот обычная слива это золотая капля вот тоже только сорвал чтобы показать видео также самое это только сорвал ну короче все плоды только что сорвал чтобы показать вам просто сравнить от сорта какие из самых поздних у меня есть коллекции которые на данный момент плодоносят это сорт золотая капля сорт вкусный товарный красивый но тоже очень много требует обработок то есть блин без обработок можно не сажать потому что ничего не получится его любит червь грибковые болезни то есть ему нужно провести как минимум от 4 до 7 обработок за сезон без этого товарной сливы вы не получите давайте посмотрим какой вес у сортов начнем с этого сорта слива чечацкая на лучшее в руке видно кабаны с почти 100 грамм 70 падает 79 слива крупная позднее отлично 75 но гляньте в руке товарная слива отличная так не буду затягивать видео сейчас по пару штук от baron gold давайте посмотрим его размер 139 грамм 158 почти 160 148 тоже очень крупный товарный сорт вот в этом году у меня размер это самые крупные плоды 150 грамм рубавра 100 до 160 вот вам baron gold какой может быть очень вкусно и товарная позднее диплоидная слива так так теперь анжелена давайте посмотрим какой вес в этом году 130 грамм 113 у нее ве заявленный около 100 грамм 110 то есть отдельные плоды могут быть до 130 возможно там 140 грамм вот сорта анжелена вот так вот он выглядит размер тоже у него шикарный сейчас слива это диплоидная плотная ее потребление желательно туда вот через недели две-три после дозаривания так давайте посмотрим рубик кранч ох ты нихрена себе 160 грамм до размеру этой тоже шикарный 150 160 почти в среднем где-то у нее вес 110 120 грамм от рубик кранч я не какой красавчик но поменьше плод посмотреть будет а сто сто двадцать это средний вес будет плодов то самые крупные показывала просто понимали чего можно достичь так это рубик кранч ну и давайте посмотрим на золотую каплю золотая капля у нее размер примерно где-то 50 60 грамм средний вес это тоже самые крупные плоды 95 даже есть а так если сильная нагрузка то вес 50 60 60 до средней плоды одни из крупных 90 вот вам золотая капля так мы с весом разобрались посмотрели думаю было интересно давайте сейчас разрежем каждый сорт посмотрим какая у него мякоть и продегустируем на вкус так это у нас сейчас к наилучшее давайте вдоль и косточка у этого сорта свободная вот она мякоть такого вот мякоть так теперь давайте барон голд такой спелых тоже сочный сорт свадющий свадющий он для никакая мякоть медовая все переливается это у нас барон голд за теперь давайте посмотрим мякоть у сорта сливы дипоидной анжелена у нее она сейчас такая светло-желтая при хранении будет красного цвета мякоть вот видите какая мякоть а когда будет храниться она станет красного цвета это где-то нам нужно и месяц полежать может полтора и она покраснеет так давайте посмотрим рубик кранч мякоть сочная рубик кранч вот такая мякоть очень красивая красного цвета на данный момент так это рубик кранч ну и давайте посмотрим на мякоть желтой ой желтой фаски говорю этой золотой капли тоже косточка отделяется до отделяется вот такая мякоть ну с кусочком мякоть такая мякотью сорта золотая капля давайте дегустировать так этот сорт сам по себе не сочный он пригоден для сушки для чернослива у него сока очень мало то есть его даже как бы ты не давил чтобы выдавить сок ну нереально он подходит хорошо для сушки давайте попробуем на вкус мякоть мясистая сладкая шкурка слегка кислинкой с приятным ароматом сливы вот такой он по вкусу сока практически нету то есть такое мясистая но не сочная давайте попробуем баранголт посмотрим на сок сока тоже немного потому что ему надо полежать вот капает чуть-чуть дозарится если он полежит недельку-две в подвале он так нажимая с него будет течь как с крана давайте пробовать его мед просто сладкий сладкий мед тоже очень приятный аромат сока в данный момент мало у него но когда он дозарится сока станет намного больше и он станет вообще такой прям тает во рту шорт баранголт так теперь анжелина были ну и пробовать сейчас конечно это бред потому что ей нужно дозариться как минимум три недели четыре недели чтоб у нее появился ее настоящий сейчас она честно говоря зеленая ну давайте продегустируем на данный момент сок от тоже есть чуть-чуть давайте попробуем на данный момент она кисло-сладкая но при хранении она будет чисто сладкая кислоты не будет ни в шкурке не в мяконе сейчас мякая такая как у яблока то есть грызу его как яблоко всего конечно желательно дегустировать через месяц после хранения так же самое этот сорт это сорт у нас рубик раньше давайте посмотрим по соку есть сок брызгает но после хранения этот сорт будет больше сочный давайте пробовать его тоже конечно дегустировать желательно туда попозже после лёшки после дозара не пуши то вот этого два самых поздних сорта пока те которые подоносят у меня в коллекции еще есть у кто бы сам он еще не подоносит там пару сигналок решил и не показывать уже когда за подоносит нормальные будут плоды нормального качества тоже покажу так это рубик раньше пробуем так в том году он был в это время намного кислее на данный момент он слаже даже чем анжелена удивительно уже в том году я так вот он стал более вкусный вот именно после лёшки после полтора месяца после хранения а сейчас он стал сладким течет все были наверно он когда полежит будет еще вкуснее ну посмотрим так мы давайте посмотрим все таки золотую каплю видно на такая как мед переливается она уже честно говоря переспела на дереве у меня такая полностью спелая спелая давайте пробуем на вкус очень сладкая шкурка правда с кислотой идет но если шкурку выплевать то вот очень сладкий ну шкурка не живется выкидываю такой небольшой видео обзор по данным сортам позднего срока созревания вот эти два сорта рубик ранч и анжелена хранятся до нового года спокойно их можно ползимы потреблять свежими в пищу эти сорта вот раз два три они вот ну туда до середины октября возможно там до 20 октября ну кроме этого сорта этот не буду 20 октября этому еще ну максимум неделя и все он отойдет а этот этот еще может а потом после этих двух сортов идут вот эти сорта на потребление все же видим есть черенки данных сортов кого заинтересовали звоните пишите на зимнюю и весеннюю прививку будем продавать и отсылать на новую почту под новой почте кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание всем пока